Плесунья Дядя Кузя, чего это все пчелы полезли в улей? А ты обрати внимание, какие тучи собрались. По-моему, сейчас дождь начнется, и пчелы это почувствовали. Достаем зонт. Ой, капнуло. Не хватало еще, чтобы дождик нам всех обитателей полян распугал. Попрячутся в траву, и не найдешь их. Нет, смотри-ка, какая-то толстая лохматая пчела ни погоды не испугалась. Все еще кружится над цветами клевера. Правда, гудит так сердито и недовольно. Это не пчела, Чегостик. Это родственник осы и пчелы Шмель. Шмели собирают с цветов пыльцу и нектар в любую погоду. Между прочим, Шмели помогают коровам давать молоко. Как это? У коров, которые едят клевер, молоко получается особенно вкусным. А Шмели клевер опыляют и помогают ему разрастаться. Молодцы какие! Но, по-моему, под дождем даже Шмелику не очень уютно. Забрался под лопух, топчется, отряхивается. Чего это он? Жужжит, а не взлетает. Греется. Пока его температура ниже 30 градусов, он не может подняться в воздух. Ученые вообще до сих пор не могут понять, как Шмель летает. По всем расчетам он летать не должен. Слишком тяжелый. А крылышки слишком маленькие. Но мы же видели, как Шмель летал, без всяких там расчетов. Вот именно. Такие неуклюжие на вид Шмели на самом деле отличные летуны. Они могут развивать скорость до 18 километров в час. Чудеса! Я даже сценку про Шмеля придумал. В стихах. Над Шмелем комарик вьется. И хохочет, и смеется. Этот Шмель такой толстяк. Не взлететь ему никак. Шмель гудит в ответ на это. Я летаю, как ракета. Разогреюсь, пожужжу. И тебе, брат, покажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова